Югра присоединилась к всемирной акции «Зажги синим». Ее посвятили Международному дню распространения информации об аутизме. Для семей, воспитывающих особенных детей, организовали познавательное игровое мероприятие. А еще показ фильма «Антон тут рядом». На него специально пришла губернатор Югры Наталья Комарова. Добавлю, что сейчас в округе активно обсуждается концепция помощи людям с аутизмом. К созданию специального документа помимо власти и экспертов присоединились и родители, и общественники. Все подробности в сюжете Миланы Поварницыной. С виду они играют, как обычные дети, но каждый день им и их родителям приходится это доказывать. У Льва Рогина вскоре после рождения врачи обнаружили задержку речевого развития. Как признает папа, это известие семье было сложно принять. Изначально не думали, что вообще такое может произойти, но сейчас мы боремся, сейчас мы ездим на курсы реабилитации, сейчас мы идем потихоньку, но вперед. Аутизм – это общее расстройство развития, уход в себя. Таким детям сложно адаптироваться, они практически не идут на контакт. Но большинство врачей считают, что тяжелые формы аутизма встречаются редко. Когда стали изучать детей с расстройством аутистического спектра, и когда до полторы тысячи дошли видов, особенностей, уже перестали считать, потому что до того они все разные, и все объединили в такое понятие, как расстройство аутистического спектра. Диагностировать эти расстройства очень сложно, а чем раньше это сделать, тем больше шансов у особенного ребенка вести нормальную жизнь. Если говорить о цифрах, то в Югре в 2016 году диагноз «аутизм» поставили 182 детям. Причем это расстройство остается с человеком на всю жизнь. Его нельзя вылечить волшебной таблеткой. А вот помочь детям дождя и их родителям можно. Эту роль в Югре на себя взяли общественности и власть. В Ханты-Мансийске обсудили концепцию комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра. В создании этого программного документа участвовали эксперты и родители. По каждому ребенку будет разрабатываться индивидуальная программа. Причем специалисты должны только коллегиально принимать решения по тому спектру услуг, которые ребенок будет получать. Это и образование, социальное обслуживание и предоставление медуслуг. Директор Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный мир» Игорь Шпицберг разработал дорожную карту сопровождения. Особенные люди смогут получить комплексную помощь, реализовать себя. Участники встречи отметили, что модель сопровождения – это начало системной работы и первый опыт в России. И что важно, концепция разрабатывалась именно как народная. Каждое мероприятие проходило широкое обсуждение по трем веткам. Это, собственно говоря, экспертный уровень, это родительское сообщество как потребители этих услуг и, безусловно, представители власти разных уровней. И вот мы эту идеологию, которая была наработана в ходе данного документа, на этапе реализации очень важно нам ее сохранить. Общественники единогласно поддержали документ. В ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение правительства Югры. Милана Поварницына, Юрий Гуриев, телекомпания «Югра», Ханты-Мансийск.